Пять частных партнёров, которые будут возводить социальные объекты в рамках государственного частного партнёрства, определены. Предприниматель строит объекты или инфраструктуру по заказу государства на собственные средства. После завершения строительства бизнесмену постепенно возмещают все расходы, которые он понёс при реализации проекта. Такой механизм применяется в Южном Казахстане пока при возведении детских садов и поликлиник. Детский сад на 320 мест стоимостью свыше 974 миллионов тенге будет строить корпорация Томикен. Детский сад на 140 мест стоимостью 631 миллион тенге в селе Шалдар Байдибекского района построят ТОО Караколь. В Утрарском районе в селе Коксарай подрядная организация построит детский сад на 240 мест стоимостью 935 миллионов. Поликлинику в селе Хайтпасадин в городе Шымкент будет строить крупная компания Турахмед. Закон о государственном частном партнёрстве был утверждён в 2015 году. В связи с этим были внесены изменения в бюджетный гражданский земельный предпринимательский кодекс. И по семи законодательным актам для заключения договора с победителями предпринимателями и в цели компенсации расходов областной Акимат должен взять на себя государственные обязательства. Депутаты уточнили, каким образом будут выделяться денежные средства на строительство по ГЧП. А кто будет контролировать выполнение обязательств? И как же будут выплачиваться деньги по результатам работы или после сдачи объектов? В рамках государственного частного партнёрства предприниматели могут выйти с предложением и участвовать при строительстве зданий, колледжей, а также ирригационных систем, каналов. Затем бизнесмены следят за возведённым объектом на протяжении срока указанного договора. Строить по ГЧП очень выгодно. Во-первых, бюджетные деньги будут рационально использованы. И не в один год будут выплачиваться, а в сроки, оговорённые в договоре. Если шесть лет, то на протяжении шести лет. Да и предприниматель выигрывает. Процентные ставки выше, чем в банках. А также будет постоянная работа. На рассмотрение депутатов кроме пяти проектов также были внесены списки ещё по семи объектам. Это строительство трёх детских садов в Сайрамском районе и по одному детскому саду в городах Кентау, Туркестан, Арысь, а также в Сарагашском районе. Если работа по ГЧП будет проводиться на должном уровне, то потребность населения в школах, детских садах, больницах и поликлиниках будет удовлетворена в ближайшие годы. Шинар Уразова, Бауржан Жусипов, Гильшат Адашев, информационная служба телекомпании «Отрар».